В 2020 году Муриэл, как и вся Россия, отметит 75-летие Великой Победы. Масштабные торжества пройдут во всех районах республики. Подготовка к ним стала главной темой встречи главы Муриэл Александра Евстифеева с министром культуры республики Константином Ивановым. Ключевой задачей юбилейного года станет забота о ветеранах Великой Отечественной. Речь идет не только об оказании разовой материальной помощи, но и о повседневном внимании. Огромная роль в деле сохранения памяти о войне принадлежит музеям. В последние годы наметилась позитивная тенденция. Люди идут в музей не только приобщиться к истории, но и предложить свою помощь в создании выставок, в реставрации экспонатов и ремонте. Поэтому к праздничным торжествам должны быть привлечены практически все жители республики. Жители и меня вместе с жителями интересует вопрос подготовка концепции, подготовка культурной программы к мероприятию. Я бы сказал, серии мероприятий в календаре, начиная, допустим, с апреля, как минимум с апреля и май. В общем, праздник Великой Победы, как мы будем его праздновать для молодежи, для подрастающего поколения, для людей старшего возраста. 1 февраля стартует фестиваль «Салют Победы». Каждую субботу и воскресенье 4 коллектива из района будут приезжать в республику Мурел. Фестиваль-конкурс и до 16 марта мы будем его продолжать. И в итоге выявим победителя этого конкурса. И на сцене 30-летия Победы будет большой гала-концерт, который состоится 6 мая. Поэтому мы используем опыт спартакиады, когда районы были задействованы, увлечены. Очень хороший опыт. Приезжали сюда. То есть это хороший действительно опыт. И мы сделаем на очень высоком уровне. Потому что, во-первых, на этом мы запланировали финансовые средства, чтобы это было комфортно для районов. То есть подготовительная работа завершена. 2020 год указом Владимира Путина объявлен в России годом памяти и славы. Все районы нашей республики активно подключатся к торжествам уже с 1 февраля, когда стартует фестиваль «Салют Победы». Каждую субботу и воскресенье 4 коллектива из районов республики будут выезжать в столицу для участия в фестивале-конкурсе, который продлится до 16 марта. Кроме того, в мае театры Муриэл проведут гастроли по республике и выступят с наиболее яркими постановками в каждом муниципальном образовании. Александр Евстифеев напомнил, что главой государства поставлена задача провести все торжественные и памятные мероприятия на достойном уровне. И подчеркнул, что необходимо со всей ответственностью подойти к подготовке празднования Великой Победы в Муриэл.